здравствуйте мои маленькие жевжики большие жевжики и существа отказывающиеся считать себе жевжиками по религиозным и этическим мотивам вы слышите алексея халецкого это значит что вы на канале лёша играет и фираксис анонсировала очередное обновление для нашей любимой цивы оно будет абсолютно бесплатным для всех неважно какая у вас версия игры принесет новый режим изменение игрового баланса и в общем много всего причем оно выглядит даже лучше чем те обновления которые выходят для владельцев new horizon pass что я считаю правильным игру надо доделывать для всех а теперь давайте подробнее во первых новый режим варварские кланы в этом режиме будет 6 варварских кланов которые смогут превращаться в города государства аллилуйя такое ощущение что реально фираксис открыли для себя четвертую циву и просто берут оттуда лучшие идеи ну или опять old world подсмотрели где варвары под видом минорных фракций очень неплохо себя чувствуют да в этом режиме варвары смогут превращаться в города государства и даже будут какие-то новые варианты взаимодействия с ними каждый клан будет обитать на определенном типе местности ну или рядом с ним план горцев на холмах план кощевников возле лошадей и видимо в степи кланы смогут присваивать и производить уникальные юниты цивилизации не присутствующих в текущей игре что сделает сражение с варварами еще интереснее кстати очень правильное решение потому что отсутствующие цивилизации реально можно ощущать как варваров у вас будут даже отношения со встреченными кланами уничтожив кланы естественно он исчезнет а вот разграбление лагерей не убирает клан с карты а просто замедляет его развитие мешая его превращению в город государства от варваров теперь можно будет откупаться когда они атакуют ваши города кроме того кланы можно нанимать для того чтобы они воевали на вашей стороне ну то есть я так понимаю это будет то же самое как и найм войск у городов государств можно будет спасать ваших захваченных юнитов варварами всего лишь заплатив им то есть теперь можно относиться к варварам просто как источнику золота как и раньше либо попробовать другой более гибкий подход и сосуществовать с ними а в будущем возможно даже стать их сюзереном кроме того в бесплатном февральском обновлении появится еще одна новая функция особенно они просил я после появления выбора чудес природы и городов государств это было логичным улучшением мы сможем теперь выбирать какие именно лидеры будут появляться в игре ей ну то есть понятно что это и раньше можно было делать в данном случае имеется ввиду что вы можете забанить определенные цивилизации прямо в лобби и играть действительно случайными цивилизациями не боясь что у соперника будет какая-нибудь колумбия или австралия ну в общем те цивилизации которые в сетевых играх просто не сбалансированы очень сильно выглядит все точно так же как и выбор точнее бан городов государств и чудес природы так что слава богу вот этого действительно очень сильно не хватало и удивительно почему это в последнюю очередь было введено после бана городов государства и чудес природы кроме того нам обещают дополнительные изменения искусственного интеллекта опять обещают изменить воздушные бои и использование пво вроде как компьютер чаще начнет наносить удары с воздуха правда это обещали и к прошлому патчу так что подождем посмотрим что они сделают то что действительно с самолетами компьютер все еще не умеет работать и моя прошлая игра показала что несмотря на то что в патчноуте было написано что они улучшили действие искусственного интеллекта с воздушными юнитами в игре я этого не увидел абсолютно по балансу нам обещают изменение некоторых ячейк политических курсов отдельных правительств кроме того переделают некоторые чудеса природы а текст их описание сделают более понятным например большой барьерный риф теперь получит бонус за соседство с кампусом удивительно что раньше этого не было обычный риф и давали бонус за соседство кампусу а большой барьерный риф нет или например белые скалы дувра теперь будут давать 3 единицы золота 3 единицы культуру и 2 единицы еды на данный момент они дают 3 культуры 2 золота и 4 престижа соседним тайм в общем все это звучит очень классно ждем обновление 25 февраля и посмотрим что там будет да еще раз повторю выходит обновление 25 февраля в четверг если я что-то упустил добавляйте в комментариях и напишите ваши впечатления от этого анонса играйте в умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока